Конечно, расскажу, что знаю, ничего не утаёт. Спрашивайте. Я хотел бы, прежде чем начать разговор конкретно о художниках, сказать об одной этической норме в группе Эйзенштейна. Все говорили об определённой этике работы в кино, которая, к сожалению, не всегда соблюдается. Вот когда-то мне сказал гример Горюнов, замечательный гример, который делал эти фантастические гримы для персонажа Ивана Грозного, он говорил, что Эйзенштейн был автор всего и соавтор всех. Вот эта точная формула, он с одной стороны вникал в каждую деталь и умел профессионально нарисовать художнику силуэт костюма, показать художнику по гриму, как должно выглядеть лицо, сказать оператору, какому нужен свет. С другой стороны, он ждал полной отдачи от своих соратников, он их не считал исполнителями своей воли, а соавторами. И поэтому он был действительно соавтор всех. И ещё одну фразу сказал уже другой человек, Бир Игорь Николаевич, это ассистент по актёрам, он сказал, что Сергей Михайлович поднимал нас до своего уровня, не опускался, а нас тянул наверх. И мы все были гении рядом с ним. Вот это как ни удивительно, действительно фильм гениев, не только потому, что там был кроме Эйзенштейна ещё Прокофьев, были великие операторы Москвины Тиссе, каждый становился выше себя. Это касается костюмов тоже, да. Было несколько художников по костюму, все знают имя Наумовой, конечно, которая была сестрой Жарова, которая очень много действительно сделала для фильма. Ну, было ещё два художника, да, которых мы должны знать, это Воинов Владимир, который был профессором петербургским и был искусствоведом, хранителем фондов Русском музее и художником, знатоком, кстати говоря, исторического костюма. И с другой стороны была Лидия Ивановна Наумова, само собой, другое поколение, другая культура. И третьей была Сафонова. Сафонова была дочкой киевского художника, и она воспитывалась в системе такой православной культуры, потому что её отец помогал Нестерову расписывать храмы. То есть с трёх сторон пришли очень разные и в то же время единые художники, которые смогли Эйзенштейну обеспечить уровень костюма в этом фильме. А костюм — это не только одеяние, это одно из образных средств, которым Эйзенштейн пользовался в кино. И Ивана Грозного надо всё время пересматривать, потому что каждый раз открываешь что-то новое, в частности, через костюмы. Я попробую объяснить, почему к нему не надо относиться, к этому фильму, как к иллюстрации, к учебнику истории. Искусство не является иллюстрацией, это не археология, это не наука, а это искусство, которое должно, во-первых, пробуждать эмоции, во-вторых, обнимать как можно больше явлений. Эйзенштейн делал фильм не только про Ивана IV Московского, государя XVI века. Он делал фильм о тирании вообще. Вот один из наших киноведов, Леонид Козлов, сказал, что этот фильм — великая теория самодержавия. Но теория, конечно, не в смысле науки, а в смысле того, что это формула самодержавия, где бы это ни приходилось смотреть. Поэтому этот фильм смотрят одинаково и в Японии, и в Швеции, говорят, это наши сёгуны, это Карл V испанский, это Эрик XIV шведский. Больше того, Коппола, посмотревший Ивана Грозного, сказал, что он учился делать оперу серия, то есть великую оперу типа Вердевской, на фильме Эйзенштейна. И для того, чтобы сделать крестного отца, он пересматривал Ивана Грозного. То есть фактически Эйзенштейн сделал действительно такую формулу самоубийственности самодержавия. Самодержавие, которое кажется необходимой государственностью на определенном этапе, оказывается это путь в пропасть. И Эйзенштейн именно это хотел показать. При этом он ориентировался не только на историю, не только на литературу, но и на Библию. Как ни удивительно то, что тогда было не очень, так сказать, модно, и он не очень это афишировал, конечно, Но в основе лежала история царя Новохудоносора, который был одним из самых могущественных тиранов Востока, и о которой вверг в печь огненную инакомыслящих отроков. Ангел небесный, посвидетельство пророка Даниила, спас их из пищи огненной, потому что они не отреклись от своих нравственных установлений. И пророк Даниил предсказал, между прочим, гибель Новохудоносора, был написан на стене, удивительная легенда, миф об обреченности всякой тирании. Эйзенштейн это с самого начала заметил для себя и в облике Ивана Грозного наметил ассирийский штрих. Вот есть эскизы облика Ивана сначала в прическе. Удивительные эти кудри, которых никогда на Руси не делали так, конечно, но на всех барельефах старинных мы видим этих тиранов восточных с кудрями. И Эйзенштейн эти кудри сначала показал в сцене «Венчание на царство», в облачении традиционным, с бармами, естественно, с шапкой Мономаха, а потом начал развивать в костюме, который носит Иван. И один из элементов этого костюма шел напрямую из костюма древних тиранов. Так он заметил, например, что у царя Кира Персидского и у Дария сделаны такие странные одеяния, как будто крылья. Возможно, действительно было метафорой птицы, которая царь-орел царствует над подданными. Но дело в том, что метафора была ключом, об этом говорил Чаплин. Кстати, что этот фильм попробует объяснить историю поэтически, и эта метафора действительно сделала возможным дать образ хищного, всевластного и в то же время пыжащегося царя, который хочет быть больше самого себя и больше своей власти, который неминуемо падет. Есть замечательная история, к счастью, сохранилась. Два варианта кадров, которые были сняты для знаменитого эпизода «Царь Иван и крестный ход в Александрову слободу». Это финал первой серии, когда Иван спровоцировал выборы. Ему мало было венчания в соборе по прямой линии от отца и деда. Он, казалось бы, законный Рюрикович, но ему об этом и мало было. Он спровоцировал зов москвичей, которые вернули ему на царство и позволили творить, что он хочет, и вручили ему абсолютную власть. Потом сами же стали жертвой этого. И они, новгородцы, тверичи, псковичи, были жертвой этого голосования, выраженного крестным ходом. И Эйзенштейн поначалу придумал, что он будет снимать этого царя в костюме, который будет напоминать притворно, напоминать святого. Он прикидывается святым. На самом деле он, конечно, готов захватить полноту власти. И он нарисовал два варианта костюма, в котором Иван возвышается над этим крестным ходом. Но потом он рядом же нарисовал другой костюм, где Иван в якобы рясе, в черной рясе, которую он действительно носил в реальности, но при этом рукава его не узкие, а широкие, как крылья птицы хищной или как это древнее одеяние персидских царей. И вот соединив эти восточные мотивы с православным одеянием псевдо-монаха, он создал два варианта того Ивана, каким он предстает перед народом. Сначала он попробовал снять его в рубахе. В этой рубахе, где Иван в длинной рясе с этими хищными рукавами возвышается, как коршун над народом. Еще было ассоциацией с коршуном, который парит над долиной японской. И посмотрел материал, ему показалось, что это не очень убедительно. И хотя они очень торопились, и это было снимать очень трудно, была массовая сцена, тем не менее Ивана был абсолютно беспощаден к себе. Он зачеркнул это, переснял по первому варианту в шубе, но шубе дал вот тот самый облик хищной птицы, как никогда вообще не краили шубы с такими рукавами. У него был замечательный, кстати говоря, портной Яков Ильич Райзман. Это отец знаменитого режиссера Юлия Яковича Райзмана. И он был великий портной, действительно мастер. Он шил, кстати говоря, всем нашим дипломатам фраки. И он шил костюмы для актеров МХАТа. И Сергей Михайлович именно его пригласил для мужских костюмов. И когда Яков Ильич услышал про такую шубу с такими руками, так шубы не краят. На что Эйзман сказал, для этого фильма нужно. И Яков Ильич послушно сделал и нашел абсолютно точную линию парчи, которая превратилась в эти страшные крылья. Вот этот образ метафора, который Эйзман пользовался во всех измерениях. В игре актеров, в ситуации, в свете и в костюме. Создавала полифонию фильма. И когда нужно было, костюм вдруг выносил на поверхность внутренний смысл. Вот интересно, что у Ивана было очень много костюмов. У других персонажей было меньше. Есть одна строка в сценарии, которая звучит так. «Любит царь рядиться, любит других наряжать». И вот Иван все время рядится, он все время предстает то псевдосвятым, то всемогущим государем, то этой хищной птицей, то псевдомонахом. И он других пытается обрежать в несвойственную им одежду. Например, он опречников не просто в кафтаны обредил, а он им придал силуэт двуглавого орла, который ставит символом государства. И тем самым вдруг символ государства снизился до уровня опречников. Иван даже сам не понял, что он сделал, может быть, но Эйзенштейн это подчеркнул теми буфами, которые не делались у опречников в костюмах. Или, например, ему очень важно было, чтобы Ефросинья, старецкая тетка царская, была грозным в юбке, он называл. Что он сделал? Он сначала для Раневской предназначал, потом ему не утвердили Раневского, он взял Бирман, и чтобы сделать ее крупнее, он использовал меховую шапку как кокошник. И достаточно сопоставить свадебный кокошник Анастасии и этот тяжелый массивный кокошник, сделанный на шубе Ефросинья, чтобы понять, как Эйзенштейн рифмует и противопоставляет персонажей. И в сцене смерти Анастасии, например, Анастасия вся в белом, а наоборот Ефросинья в черном монашеском одеянии, и белая голубица, как говорит Иван, и черная тетка, уже несущая смерть, выражены именно через костюм их роли, даже не столько в игре. У Эйзенштейна была одна удивительная способность. Он умел преображать один и тот же костюм. И вот ту самую шубу, которую он сделал для этого встречи с народом в Александровой Слободе, для третьей серии он вообще преобразил, сделав ей такую западноевропейскую, даже я бы сказал, это не очень российская, такую деталь, поднятый воротник, на которой может упираться голова уже поникшая, уже бессильная голова Ивана, которая, тем не менее, нуждается в подпорке. И он поместил герб, двуглавый орел, на эту шапку восточного деспота. А я забыл сказать, что там, в Александровой Слободе, он не только сделал эту шубу, но и шапку сделал, как она была у восточных деспотов в Осиро-Вавилонском царстве. И вот удивительным образом он дал сначала российский герб на эту шапку, а потом сообразил, что Иван-то себя идентифицирует с государством, он думает, что он и есть государство, и он переместил герб с шапки на кольчугу, и под шубой оказывается кольчуга, а на шапку поместил лисью мордочку. И когда лисья хитрость Ивана вдруг обрела такой видимый след на костюме, и костюм дополнил в это мнение самодержца вот такой фальшивостью его поведения. Зонштейн рисовал рисунки, иногда очень быстро для себя, иногда делал очень точный эскиз и отдавал художнику по костюмам, как такую формулу, которую надо перевести в материал, то есть в ткань, в конкретные выточки, всякого рода подборки и так далее, пояса и прочее. И главное выбрать ткань какую, потому что ткани были очень разнообразные, там был и парча, и бархат, и шелк, а иногда мешковина, потому что, конечно, на переднем плане были подлинные 18-го, главным образом, века материалы, а до 16-го века не добрались. А вот что касается заднего плана, то там были мешковина превращенная в парчу или бархат, разрисованная. Сергей Михайлович делал эскиз и передавал в цеха. Это касалось не только костюма, это и реквизита касалось, это и света казалось для оператора, движения камеры. Он все прорабатывал сначала в воображении и на бумаге. Но это не было догмой. У его соратников всегда была возможность внести коррекцию. И они обсуждали, почему так и как иначе можно сделать. Потом Эйзенштейн участвовал в закрое. Надо сказать, что он сам владел этим искусством. Он во время работы в правиткульте, он же был художником по костюмам сначала, он пришел в театр как художник и стал режиссером из художника-мексиканца. И он решил поучиться тому, как кроится костюм, потому что в это время кубизм царил. И надо было превратить бытовой костюм в кубистический. Ему было очень интересно сопоставить два лагеря, мексиканский и американский, как шары и кубы. И это были все элементы костюма, были приведены кубистическим формам или шарообразным. Чтобы это добиться, Эйзенштейн сам ползал на коленях. У него был один актер, языканов, который был портной по профессии. И он учил Эйзенштейна закраивать. Эйзенштейн ползал на коленях рядом с ним и закраивал костюмы, чтобы получился шар или куб. И вот с юности Эйзенштейн владел этим пониманием того, как ткань превращается в облачение актера и принимает участие в жести, в движении по сцене, потом на экране. Поэтому он, например, помогал. Сафонова рассказывала, что когда ей не давался женский костюм какой-то, по-моему, для короля Сигизмунда во второй серии, какой-то костюм не давался Эйзенштейн, и подсказал, что сделать, чтобы не морщило. Там были брызжи сделаны, и чтобы не морщило, Эйзенштейн сказал ей «подтяните сзади» и дал очень точный профессиональный совет. Второе дело, что Эйзенштейна очень важно было, чтобы его не упрощали. Если он ставил сложную задачу, надо было до детали, это, например, висящий крест. Крест соотносился с костюмом, например, когда Владимир Старицкий в сцене убиения идет по этому полумрачному собору, полумрачному, вернее, по собору, погруженному во тьму, у него висит крест на цепи, и в момент съемки вдруг настоящий крест пропал, а был бутафорский, деревянный, сделанный для какого-то заднего плана. И решили, что Сергей Михайлович не заметит, все-таки темновато, ему говорят, прикроешь одной рукой, а другой держи свечку и иди. Эйзенштейн смотрит, это меня рассказал Кадышников, смотрит видоискатель и говорит, принц, он его принц называл, принц, покажи, как ручка будет. Он быстренько в левую руку, в свечку и правой рукой прикрывает. Принц, ты не можешь обе руки держать, как надо. Как только он руку отнял, сразу Эйзенштейн заметил, естественно, что крест не тот, и отменил съемку, пока не найдут, сдашь сначала мелочь, потом снимешь станы, и тебя высекут. В искусстве нельзя идти на компромисс. И вот таким образом, такие детали, вплоть до каких-то речного жемчуга, которым вышивали рукава, требовал настоящей вышивки, чтобы не была имитация, если это было на переднем плане. И надо отдать должное. Та же самая Бузина, Надежда Васильевна, которая была ассистентом по костюмам, она ночами шли съемки, когда выдавалась минутка, раздавали все костюмы, обрежали всю массовку, а потом она садилась у этого коптилки и вышивала эти рукава жемчугом или делала шапку для маленького Ивана и просто буквально замерзшими пальцами разглаживала мех, чтобы он выглядел как настоящий. Понимаете, это была абсолютная преданность своему делу и у Эйзенштейна, и у его группы. И это действительно совместное творчество. Это подвиг. Действительно, это и в Москве был бы подвиг в мирное время. Но сделать такой фильм, самый роскошный, костюмный фильм, сделать в эвакуации в Алма-Ате, да еще в самые трудные годы 42-43, это совершенно фантастически. Конечно, помогало то, что это был личный заказ Сталина. Все это понимали. И Эйзенштейну предоставили те возможности, которые обычно киношники не получали. Потому что эвакуировали, например, музей из-под Нового Иерусалима, и там были старинные костюмы фрейлин Елизаветы Петровны. И эти костюмы были фактически не такой ценностью, не собственной Елизаветы, а ее фрейлин, поэтому костюмы разрешили перекраивать. А вот, например, подлинные костюмы священнослужителей, которые были предоставлены на съемку, например, печного действия или венчания на царство, к ним очень бережно относились, под расписку получали и вернули абсолютно в сохранности. Было третье, третий тип материала. Это были так называемые штуки, то есть свернутый, некрайонный бархат или парча. Бархат был венецианский. Кстати, говорила Сафонова, что они получили венецианский бархат 18 века, лежавший в этом музее для каких-то костюмов и неиспользованный в свое время. Вот одна из шуб, которая у нас, кстати, находится в музее кино, скроена из этого венецианского бархата. Но там была и парча. Парча была 18-го, начало 19-го века, торшковская. И вот эти штуки им разрешили краить. Поэтому какие-то вещи для переднего плана краились из настоящей парчи. А то, что было на заднем плане, это был четвертый тип, это была мешковина, которую расписывали, якобы это парча или якобы это бархат. И специально утяжеляли, для того, чтобы они не болтались, как мешковине свойственно на актерах, а создавали такую тяжесть. И как ни удивительно, вы не можете отличить подлинные, настоящие от подделки. Как-то Эйзенштейн сумел еще и светом это подчеркнуть роскошь переднего плана и погруженную во тьму второй план. Удивительное воспоминание всех участников группы Ивана Грозного они говорили, что такого уважения к их труду и к их личности, которые они испытали на Ивана Грозного, они потом тосковали по таким отношениям, потому что это были действительно такие минуты счастья и творчества. Вы правы, то, что люди, которые снимались в этом фильме, кажутся выше себя и больше себя. Это крупная форма, как будто они все на Которных, они не были на Которных, но Эйзенштейн понимал, что такое обобщение исторической трагедии не терпит бытовых красок. Мы же знаем это и по театру, например. Почему Великий театр МХАТ никогда не мог играть Шекспира? Потому что там другие способы обобщения нужны, другие интонации, другое движение. И для этого нужна система. Эйзенштейн очень хорошо понимал, как стиль фильма сочетается со стилем разных элементов человеческой фигуры, например, грима и костюма. Вот я могу привести пример замечательного актера, великого актера Черкасова, который сыграл так, как он никогда нигде не играл ни на сцене, ни в кино. Но он играл условно. Понятно, что это не бытовое поведение. Я помню, как Андрей Тарковский с иронией говорил о том, что там таращат глаза, что Иван Грозный переигрывает все. Если бы там шепотком все было, не было бы ощущения трагедии. И он сам-то, надо сказать, тоже все время Эйзенштейна держал в голове на заднем плане. Но вот в этом как раз плане он Черкасову дал формулу, а потом пришел к гримеру Горенову и сказал, сделай Черкасову сзади, как огурцом череп. Ему сделали специально парик огурцом. И Горенов говорит, это формализм. Говорит, почему формализм? Обрати внимание, во-первых, что у Черкасова очень заостренная передняя часть лица и срезанный подбородок. Это негармонично на экране. Во-вторых, мне нужна шапка такая же. Он потом шапка еще увеличил вот этот силуэт восточного тирана, который мы знаем и по египетским черепам этим удлиненным и по барельефам шумеро-бавилонским. Значит, это началось с грима, а потом это перенес на костюм. И если вы обратили внимание, там так сделаны покрой, что каждый жест кажется очень широким. Там не для бытового жеста покрой, а он предполагает широкий жест Ивана. И когда Иван, например, поднимается из кресла и говорит, каким правом судишь, царь Ивана поднимает руку кверху, и вдруг оказывается, что у него сползает шуба, и он на наших глазах вырастает чуть ли не до небес, прося прощения у царя небесного. И вот этот жест одновременно сползает его рукав, этот странный его рясы. И костюм играет вместе с жестом. А без этого не было бы, наверное, ощущения такого отчаяния Ивана, когда он хватается за голову в конце, и говорит, каким правом судишь. Понимаете, это ощущение единства всех элементов фильма, в том числе костюма, которые играют с актером. Но я могу привести, например, пример Халдеев в Печном царстве. Халдеев в Печном царстве сначала сделал таких смешных шутов скоморохов в русской шапке, такой остроконечной, как рисовали скоморохов обычно на старых. Он нашел, между прочим, в Софийском соборе такую иллюстрацию к этому моменту, когда отраков ведут в печь огненную этих Халдеев, и он повторил это в рисунке. А потом он стал усложнять рисунок костюма скоморохов, потому что это ведь история не только про русскую, прошлое самодержавие, да, в XVI век. Это история самодержавия во всем мире, в любой точке земного шара. И поэтому он дал этим скоморохам, сделал грим, как в Театре Кабуки или, скажем, в Пекинской опере, и сделал им очень смешные наряды, которые тоже, они имеют русские мотивы, но это в то же время и восточные наряды, похожие на персидские наряды. И вдруг эти скоморохи стали общечеловеческими, теми смешными шутами, которые предают казни невинных утроков. Другая история. Когда вы видите, что, например, в венчании на царство иностранные послы неодобрительно смотрят на венчающегося Ивана, что делает Эйзенштейн? Он снимает крупный план послов с брызжами такими, да, это как будто головы на блюде лежат, уже отрубленные. И над ними этот огромный собор и вдруг вносится в торжественную процедуру немножко ироническая такая краска и тревожная в то же время, и ироническая. То есть Эйзенштейн не избегал комедийных элементов трагедии, как Шекспир. В каждой трагедии есть комедийные элементы, выраженные в костюме. Вот это брызжи, например. Возьмите сцену приема Курбского польским королем. Польский король Сигизмунд похож на такого разряженного шута, при том, что он в полном параде на троне, но он одновременно и шут со своими висящими сережками, со своим странным очень одеянием. Понимаете, Эйзенштейн никогда не сводил все только к иллюстрации исторической. Он всегда делал синтез в костюме нескольких эпох, нескольких национальных стилей для того, чтобы разомкнуть собственно этнографический акцент. Он делал общечеловеческую трагедию. Вопрос пропорции. Должна быть то, что он называл главным тоном и обертоном. Главный тон, основной силуэт. Например, он рисует силуэт бояр. Он делает пузатых бояр в пышных воротниках с огромными шапками. То, что мы знаем по историческим реалиям, то, что мы знаем по картинам наших исторических живописцев. Но он в этот основной силуэт абсолютно русский, узнаваемый нам, известный по живописи, по иллюстрациям, он вносит еще несколько элементов, которые и остраняют, и обобщают этот образ. Поэтому у него бояре, с одной стороны, абсолютно узнаваемые с такими окладистыми бородами, пузатые, импозантные, самодовольные, все, что мы знаем боярской спеси, да? Воспесь боярская, не гложет и пушкинская, да? С другой стороны, когда мы смотрим на этих бояр, которые между собой ругаются в сцене детства Ивана, мы видим вдруг одного пронырливого, вот этот боярин Шуйский, в отличие от Бельского. Шуйский огромный, толстый, абсолютно самонастаточный. И рядом с ним Бельский, который весь продался уже польскому королю, и вдруг вносит в его костюм какие-то элементы западноевропейского костюма. И вы начинаете вдруг понимать, что здесь происходит уже размытие этого канона. И Эйзенштейн играет с каноном. Он делает все время намеки на какие-то еще другие культурные слои, другие исторические ассоциации. И оказывается, что фильм обобщен и понимаем любой точке земного шара. И у Эйзенштейна всегда были звериные метафоры. Он так смеялся, говорит, что нужно обязательно актеру дать звериную метафору, где человек похож немножко на зверя. И в костюме это особенно сейчас. Например, для Малюты он нарисовал костюм и сказал, что похож на медведя. И Малюта и ходит, как медведь немножко, в развалочку. И сам кафтан его такой мохнатый и немножко обобщающий его такие формы округлые, тяжелые. А рядом с этим вот голубица Анастасия, она вся абсолютно прозрачная. Она почти бесплотная. Можно сказать, что у нее такой ангельский силуэт. Если вы возьмете, например, того же самого посла Ливонского, он похож на лесу. Там неслучайно все время лисьей ассоциации. Он придает тому немножечко такой лисьий характер и облику, и самой фигуре, и лисьий хвост сзади у его костюма. То есть у него все время идут такие... Ну, я говорил о этой птичьей, да, орел, который... Или коршун, который навис над долиной. Это то самое, что уже Ивана характеризует. У него не только это. У него, надо сказать, еще есть несколько таких звериных метафор. И, например, иногда он как леопард такой, он совершенно напрягшийся, и он специально сделает таким образом посадку на троне, чтобы Иван был похож на тигра, приготовившегося к прыжку. И, как ни удивительно, костюм Ивана позволяет ему создать ассоциацию с хищным зверем. Иван все время меняет эти... В отличие от других, где один зверь как бы приписан к одному персонажу. У нас замечательная школа кинокостюма. Я должен сказать, что мы не уступаем в этом смысле никаким крупным кинематографиям ни Голливуду, ни Италии, которые тоже великие, костюмерные Франции. В данном случае, поверьте, это не фоноберия. Потому что, например, я помню очень хорошо, как мы с Милой Кусаковой были на съемках фильма «Свежет для небольшого рассказа». И Мила сделала костюм для Марины Влади в таком каком-то красный бархат у нее был. И из газовой материи она сделала как будто крылья бабочки. Я когда увидел Марину Влади в этом костюме, у меня даже захолонуло, потому что я вдруг понял, в чем была обреченность любви Чехова к Марине, потому что это бабочка, которой нельзя было коснуться, эта пыльца немедленно разрушила бы ее. И я думаю, Чехов это тоже понимал. Когда прошло много лет, мы хотели в Музее кино сделать выставку костюмов Милы, я говорю, Мил, а где костюм Марины, который мы видели на съемках? У нее прямо слезы брызнули. Для какого-то другого фильма срезали это костюм, и понадобилось для другого костюма. И вот мы не храним создание художника, которое на самом деле является уже предметом искусства. А мы относимся к кинокостюму как к прикладной вещи, которую можно перекроить, как костюм Ивана Грозного перекроил Птушко для Руслана и Людмилы. Это, к сожалению, я должен сказать, у нас очень хорошие школы, причем они немножко разные в разных студиях. Например, Мостфильм по-другому делал костюмы, чем студия Горького, например. Потому что студия Горького, мне кажется, художники студии Горького ближе к фольклору они делали более такие, вот особенно для сказок Роу, если вы посмотрите на костюмы художников, я даже не буду их называть, они разные, но они ориентировались более на такой народной костюм и привычный костюм по нашей исторической живописи, например. Но я бы сказал даже нет, скорее как иллюстрации к сказкам. А очень важная вещь, это художники для костюмов, которые берут на вооружение культуру книжной иллюстрации нашей. А у нас очень высокая книжная культура, да? С другой стороны, Мостфильм ориентировался на театр исторический, на драматический, и особенно оперный театр. Если вы посмотрите на костюмы художников Мостфильма, вы поймете, что для них образцом является Большой театр. Вот меня не покидает никогда ощущение того, что они видят ту традицию, идущую от еще 19 века, когда роскошные, очень эффектные костюмы фактически приковывали к себе внимание и создавали такой орел вокруг актера. Ленфильм, ой, я могу сейчас сказать об одном художнике, я не буду всех говорить, но я скажу про Инея. Вот был великий художник Евгений Инея, который работал с фексами, да? Мало того, что он шел от традиции европейской, в частности, французской и венгерской живописи под большим ленем именно французского, французской культуры костюма, его костюмы создают какой-то удивительный уют в кадре. Странным образом, если можно так сказать, это такой микрокосм для актеров, которым актеру очень вольготно и легко работать. И я помню, как мне говорили про короля Лера, что в короле Лере вот уже не хватает немножечко инеевского уюта инеевской вот такой человеческой интонации, потому что, если мы вспомним еще Гамлета, а еще более ранние фильмы Козинцева и Трауберга, особенно великие фильмы 20-х годов, как Шинель, Леново, Вилон, при том, что это очень как будто точно повторяет костюм исторический, на самом деле нет. Это так приспособлено к актеру, к его игре. Это настолько создает микрокосм, в котором ему очень легко играть.